В эфире программа ДПС на УТС. В студии работает Ксения Корзун. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Погибла в свой последний рабочий день. Башенный кран рухнул на стройке в Новосибирске. Позарился на чужое и оказался на асфальте в наручниках. Босоногого угонщика задержали полицейские. Устроили ночные пляски на крышах машин. Две барышни повредили транспорт, припаркованный во дворе на Первомайке. В начале выпуска информация о ЧП, которое произошло сегодня утром в Октябрьском районе Новосибирска. На строительной площадке упал башенный кран. Женщина, которая управляла техникой, погибла. Инцидент случился на глазах у жителей соседних домов. Люди рассказали, кран двигался, как обычно, но в какой-то момент его повело в сторону. Техника рухнула на припаркованные машины. Повреждения получили 8 автомобилей. Некоторые восстановлению не подлежат. Очевидцы также добавили, повезло, что кран упал на стоянку, а не на детскую площадку, которая находится рядом. У погибшей 57-летней крановщицы большой стаж. Сегодня, по некоторым данным, у нее был последний рабочий день. Ранее она жаловалась на неполадки с техникой. Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины при падении крана. То есть, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. В настоящее время на месте работает следователь. Изымается необходимая документация, отражающая порядок эксплуатации строительной техники. Расследование уголовного дела продолжается. А далее анализ аварийности в регионе. Вторые сутки подряд в Новосибирской области не зафиксировано ни одного ДТП со смертельным исходом. Однако травмы получили три человека среди пострадавших несовершеннолетние. Произошло три серьезных столкновения. Также инспекторы привлекли к ответственности 81 нарушителя. Из них 19 автомобилистов оштрафовали за непредоставление преимущества людям, идущим по разметке. Столько же оказалось и невнимательных пешеходов на дорогах. 14 водителей пришлось отстранить от управления автомобилем. Они были пьяными. Еще 17 человек получили протоколы за то, что сели за руль без прав. А 12 автолюбителей перевозили детей без специальных удерживающих устройств. В Ленинском районе города едва не сгорел трамвай. ЧП произошло несколько часов назад на пересечении улиц Блюхера и Котовского. По словам пассажиров, во время движения раздался хлопок. Крыша заискрилась. Три человека из салона и водитель успели экстренно покинуть транспорт. Травм никто не получил. В МЧС сообщили, что причиной инцидента стало короткое замыкание. В Советском районе Новосибирска грузовик снес гелиопровод Института ядерной физики. Произошла утечка газа. Шофер не пострадал. Научные сотрудники пояснили, что вещество, которое проходит по трубам, не несет никакой опасности для населения. Аварию устранят силами института. Местные жители также добавили, что на участке регулярно происходят подобные инциденты. Невнимательные водители большегрузов надеются, что смогут беспрепятственно проехать под конструкцией. Но габариты транспорта не позволяют сделать этого. Накануне автомобилисты, которые стояли в глухой пробке в сторону Матвеевки, стали свидетелями полицейской операции. В социальных сетях люди рассказали, как правоохранители скрутили подозрительного мужчину, уложили его на дорогу и надели наручники. Притом неизвестный почему-то был без обуви. По нашим данным, инспекторы задержали подозреваемого в угоне. На чужой машине он пытался оторваться от преследования, но безуспешно. Оперативно прокомментировать этот инцидент в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области не смогли. Подождем до следующего эфира. Пытался побыстрее объехать затор, а в итоге потерял несколько часов. На левом берегу мегаполиса случилось массовое столкновение. После удара одна из машин перевернулась. Авария обошлась без пострадавших. Свидетели рассказали, водитель Тойоты пытался обойти попутки по встречке, в какой-то момент не справился с управлением. Инамарка врезалась в Киа и опрокинулась, попутно зацепив еще одну машину. Инициатору ДТП повезло, он отделался парой царапин. Но из-за столкновения образовались заторы на соседних улицах Петухова, Хилокской и Троллейной. Дал другу порулить. О нетипичной и опасной ситуации в общественном транспорте рассказали пользователи соцсетей. Шофер разрешил управлять автобусом, полным пассажиров, своему приятелю. Автор этих фотографий утверждает, что водитель 64 маршрута на остановке Станиславский, Жилмассив, уступил место своему соотечественнику, с которым, кстати, всю дорогу весело общался, отвлекаясь от поездки. Мужчина повел автобус в очень агрессивной манере. Гнал на большой скорости и даже проехал на красный. На замечания пассажиров водитель и его друг отвечали на иностранном языке. В городской госавтоинспекции пояснили, что полицейские проводят проверку по данному факту. Добавлю, что на 64 маршрут регулярно поступают жалобы. Люди сообщают, что большинство водителей нарушают ПДД. А пару дней недель назад на пешеходном переходе под колеса 64 попала пенсионерка. Женщина получила смертельные травмы. Свидетели этой аварии утверждают, что шофер проехал на запрещающий сигнал светофора. В Новосибирске две девушки устроили ночное развлечение. Начинающие блогерши прыгали на припаркованных машинах и снимали происходящее на мобильной. Свои развязные пляски они сопровождали комментариями. И, судя по всему, не подумали, что в тот момент работает не только их камера. Дворы на Вересаево – это в Первомайском районе города взяты под прицел системы уличного наблюдения. Барышни перескакивали с крыши одного автомобиля на другую. А когда сработала сигнализация, видимо, испугались и убежали. Владельцы поврежденных автомобилей призывают девушек компенсировать ущерб в добровольном порядке. Иначе они обратятся в полицию. К другим темам. В Новосибирске начнут проектировать еще две станции метро. На это из бюджета планируют выделить 610 миллионов рублей. Речь о перспективном строительстве левого перегонного тоннеля между станциями Березовая роща и Золотая Нива. А также веток до Молодежной и депо Волочаевская. Сейчас мэрия ищет подрядчика, который создат в проект продолжения Дзержинской линии подземки. Но пока это только подготовительный этап. Хотя по генплану развития Новосибирска в 2030-м у нас должны появиться 6 новых станций. И последнее. За подготовкой к ремонту переправ в Ордынском районе Новосибирской области теперь можно следить по интернету в онлайн-режиме. В Ордынке планируется строительство переходно-скоростных полос, разгона и торможения. Разработка проектной документации уже в процессе. А вот за ремонтом двух мостов через Ермень и Шарап на местной автотрассе можно следить уже сейчас. Причем камеры ведут непрерывную трансляцию даже ночью. На этом пока все. Если вы стали очевидцем аварии или нарушения, присылайте видеозаписи на WhatsApp-редакции. Номер 8-983-510-2005. Для обратной связи доступна почта программы. Подписывайтесь и на наш канал в Телеграме. А в студии работала Ксения Корзун. Соблюдайте ПДД и берегите себя. До встречи в эфире ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok